Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как Самара готовится к празднованию 70-летия Победы? Какие культурные и массовые мероприятия стоит посетить в праздничные дни? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Заместитель руководителя управления культуры Департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары Евгения Мищенко. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Евгения Борисовна. Добрый вечер. Уже задолго до 9 мая в Самаре идет подготовка, и различные департаменты включились в нее. Мы видим и благоустройство, и строительство даже каких-то арок триумфальных и так далее. То есть видно, что город готовится к празднованию Дня Победы. Скажите, как в этом во всем задействован Департамент культуры? Какие проекты реализуются уже сегодня? Ну, Татьяна, вы действительно начали разговор об арке Победы. То великолепное монументальное сооружение, которое уже мы можем видеть на пересечении проспекта Кирова и аллеи юных пионеров. Ну, действительно, общегородской большой проект. И хочется пригласить жителей города и гостей города. Открытие церемонии торжественной у нас пройдет 7 мая в 12 часов. Мы ждем, конечно, и жителей Безымянки, и жителей других районов, потому что будет красивая, интересная программа. Приедет к нам народный артист России Борис Невзоров. Это будет интересная музыкальная, литературная композиция об истории Безымянки, об истории эвакуации, о Куйбышеве в годы войны, о послевоенном Куйбышеве, о вкладе горожан и в тылу, и на фронтах, в дело Великой Победы. 7 мая в 12.00. Да. Скажите, пожалуйста, а в каких проектах задействованы сами ветераны, вот они являются непосредственными участниками? Потому что даже название проектов, вот допустим, «Вальс Победы», так и представляешь, что это танцуют ветераны, или нет? Ну, на самом деле, в каждом мероприятии, которое проводит и наш департамент, а мы работаем очень плотно и дружно с другими департаментами, департамент образования, социальной защиты, департамент административной реформы, ну, действительно, все вместе, потому что дело такое всенародное. Ветераны для нас, для всех, почетные гости, почетные и очень желанные посетители наших мероприятий. Если мы говорим про «Арку Победы», ну, я вот возвращусь буквально к первому такому мероприятию, самому такому, ближайшему уже в череде, то это и инициатива была ветеранов. Если мы вспомним 2013 год, то наш участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Трынин, он вот на одной из встреч в администрации города предложил увековечить именно 70-летие Победы вот таким вот великолепным, величественным, как он говорил, монументальным сооружением аркой Победы. А таких арок нет, по-моему, даже нигде, или есть какая-то вот арка, которая наподобие? Такие арки есть, но их действительно немного. Если в России, мы говорим, где-то 2-3, наверное, вот арки, как наш архитектор анализировали, она действительно красивая, она высотой в 15 метров, шириной 14 метров, она из гранита и бронзы, действительно очень красивое сооружение, это проект нашего прекрасного скульптора, заслуженного художника России Ивана Мельникова, конечно, это... Как хорошо, что местный наш самарский скульптор вот эту идею воплотил, потому что на самом деле, наверное, так и должно и быть. Да, наверное, действительно должно быть так. Вот еще такой проект, интересное название «Бессмертный полк». Вот можете рассказать, что это такое? «Бессмертный полк» — это уже не первый год в России такая акция проводится, то есть те наши жители города, россияне, у кого в годы войны воевали, погибли, либо не погибли, остались живы, родственники, они приходят со своими фотографиями и включаются вот после уже проведения военного парада, они включаются вот в эту акцию, они несут фотографии своих родственников, прославляя их вот этим, и, ну, они идут и гордятся, и мы вместе с ними. У жителей города есть такая возможность еще влиться в состав «Бессмертного полка». 9 мая сбор вот такой вот, так скажем, этой колонны будет на пересечении улицы Фрунзе-Некрасовской. Можно пройти, пройти, конечно, металлодетектор, потому что есть определенный режим при проведении мероприятий на площади Куйбышева в целях безопасности, конечно, и принести с собой, самое главное, фотографию своего родственника, прадеда, деда, там, дяди, бабушки, кого угодно. Даже, по-моему, фотоателье как-то задействовано вот в этом проекте, тоже можно что-то там... Ну, вот мы до конца апреля помогали оформлять вот тему жителям, которые приходят с фотографией, там, отсканировать ее, отцифровать правильно, изготовить и заламинировать. Ну, сейчас уже времени, конечно, наверное, маловато остается уже. Вот были такие пункты приема, они работали, ну, вот уже осталось практически три дня до Дня Победы. Поэтому, ну, просто вот, какая бы ни была фотография, приходите. Да, нам звонили телезрители в эфир, интересовались вот адресами этих фотоательей, оказывается, это можно было практически в любом сделать. Это было во всех администрациях района. Да. Вальс Победы, вот мы как-то прошли мимо. Нет, мы еще остановимся, Татьяна, конечно. Потому что, вот, опять же, вот, здесь явно культурная составляющая такая, вальс, да, танцевальный. Вообще, вот именно этот танец почему-то вот с Великой Отечественной войной связан. Как-то вот есть какое-то такое сообщение почему-то. А вот Вальс Победы, что это за проект? Ну, вы знаете, на самом деле, это не только вальс, это проект наших коллег из департамента образования. Это интересный проект, который пройдет на 14 городских площадках, он пройдет 8 мая, начнется он в 3 часа дня. Очень интересный. То есть рассказывают ведущие о бытовых танцах как раз 40-х годов, фокстрот, танго, то, что танцевалось вот как раз во время Великой Отечественной войны. Ребята смогут и исполнить эти танцы, и они еще и пригласят тех, кто придет на эти площадки, они покажут, как он исполняется, и пригласят еще и потанцевать. То есть вот такой вот, он, конечно, называется Вальс Победы, но там не только вальс, там буквально все. Название красиво, в любом случае, даже для проекта, и понятно, о чем идет речь. Ну, и Вахта памяти, это тоже такой долгосрочный уже проект, в нем участвуют школьники, да? Вы знаете, Вахта памяти у нас действительно такой долгий проект, и в принципе сегодня основной день городской Вахты памяти. Что это такое? У нас в городе больше 180 мемориальных сооружений, которые возвигнуты или установлены в честь героев Великой Отечественной войны. Это мемориальные доски, памятники, стеллы, это много чего, в общем-то, есть на территории города. И сегодня вот к каждому такому памятнику, к каждой мемориальной доске наши школьники пришли, провели небольшой митинг-линейку, положили цветы и, конечно, отдали дань памяти нашим великим землякам. Да, вот интересно, конечно, это вопрос вот не к вам даже, что вот чувствуют эти школьники, когда вот они становятся сопричастными вот к тем героическим людям? Я думаю, это очень живая такая история. И самое, что ни на есть, патриотическое воспитание в деле, не на словах, а вот живое. Ну, сегодня даже уже открыта мемориальная доска в честь героев Советского Союза. Это новая доска Ширяева на Ленинградской, приехал его сын из Москвы, в общем-то, такое тоже приятное, интересное событие. Мемориальные доски, они тоже у нас появляются и новые в честь героев Советского Союза. Это проект, который поддержан Единой Россией и нашими вот молодыми бизнесменами. Это и герой Советского Союза Мальцев, и герой Советского Союза Сидюков у нас идет, и герой Советского Союза Михалев, Колычев. Это вот новые мемориальные доски, которые у нас в преддверии 9 мая появляются. Да, вот вы сказали о патриотическом воспитании. В последнее время, конечно, эта тема стала такой неоднозначной, так скажем. Вот кто-то к патриотическому воспитанию относится позитивно и это приветствует, а кто-то говорит, что патриотизм это, собственно, не так важно. И даже какое-то негативное есть отношение. Скажите, вот через культуру, через искусство, вот как можно молодых людей, даже детей, даже не знаю, как сказать, научить любить Родину, вот привить вот это чувство? Вы знаете, как вот говорят, есть такая хорошая фраза, нельзя любить то, чего не знаешь. Надо знать, прежде всего, историю своей Родины. Подавать, может быть, ее в каком-то интересном таком вот виде, чтобы наши ребята, дети, наши молодежь, они изучали вот это. Начинать с этого сознания. И когда мы изучаем и узнаем новые факты, мы сами удивляемся и влюбляемся даже в историю города и страны. Это удивительные совершенно вот вещи. Даже когда вот мы готовили некоторые мероприятия, ну, к юбилеям и города, и к юбилею Победы, совершенно новые, удивительные факты, от которых, ну, действительно, вот мурашки по коже. Какие же все-таки у нас великие предки, наши деды, прадеды, какие-то великие люди, какая великая история нашей страны, какая у нас великая страна. Да. А вот, наверное, вот это. Из множества вот этих проектов хотелось бы у вас узнать, какой из них вам лично интересен, и вы, при наличии времени и желания, приняли бы в нем участие? Либо вы, либо, может, ваши родственники, знакомые, вот, наиболее такой яркий, может быть. Ну, я бы, конечно, вот «Народная Победа» интересный проект, он у нас пройдет тоже такая вот всероссийская акция, ну, что немножко, может быть, сбегая вперед, скажу. А 9 мая у нас пройдут вот на тех вот городских площадках, где будут массовые мероприятия. Что это такое? То есть каждый житель города может принести документ, ну, я думаю, все-таки копию, конечно, документа, и разместить на стендах «Народная Победа», рассказать в режиме свободного микрофона о своих родственниках, то есть подойти, выйти и рассказать. Конечно, это тоже важно. Вот эти все живые вещи, это… Да, на самом деле. Понятные каждому человеку. Ну, раз мы эту тему затронули, и она вам интересна, скажите, пожалуйста, говорят у нас, что каждой семье в свое время коснулась война, вот, в вашей семье кто-то воевал, у вас есть такие вот военные истории, которые вы можете передавать из поколения в поколение? Ну, знаете, военных нет, воевал только мой двоюродный дедушка, а оба дедушки, вот, они трудились на оборонных предприятиях. Ну, уже люди были, в принципе, начало века рождения, даже вот и конца XIX века, люди уже, в общем-то, уже пожилые были к тому времени. Но, конечно, для всей семьи, для нашей участники войны это герои всегда были. Конечно. Ну, вот мы сейчас с вами только до начала программы говорили о значимости тыла, да, вот мы говорим все, вот, война, война, сражения, ранения, а вот если дополнительно, вот, как вы говорили, что начать, вот, изучать историю тыла даже, вот, сегодня становится актуальной, стала уже актуальной тема Куйбышев «Запасная столица», вот, действительно, начинаешь, когда изучать, такие факты вскрываются, что действительно героизм, на самом деле. Конечно, героизм. В тылу. А где можно, какие существуют проекты вот именно на эту тему, Куйбышев «Запасная столица», где можно об этом узнать поподробнее, если уж мы говорим, что нужно начинать со знаний все-таки. Ну, есть такой прекрасный ресурс, современный интернет-ресурс, он так и создан в прошлом году. Замечательная наша компания «Самарские судьбы» во главе с Виталией Аркадьевичем Добрусиным создала такой проект, он так и называется, «Куйбышев «Запасная столица». То есть это целый такой вот блок информации о Куйбышеве времен Великой Отечественной. Там и интернет-экскурсии есть, интерактивная карта города есть. Но она еще и хороша тем, вот эта вот система, что она работает еще и с молодежью, со школьниками. Можно зайти на сайт, оставить историю о своих родственниках, рассказать биографию дедушки, прадедушки, бабушки. Ну, то есть очень интересный ресурс, он живой и наполняющийся. Вот это вот полезно и интересно для каждого. Да. Тем более, что вот говорят, что сами ветераны не любят рассказывать о войне, но все равно какая-то информация есть, и на самом деле хочется ее донести. Ну, в этом как раз проекте принимали участие наши ведущие историки. Там все настолько проработано и детально, и фактологически там вот все очень достоверно и правильно подано. Как раз для наших ребят, да, и для среднего, наверное, возраст интересный. Да. Ну, насколько я знаю, этот проект участвовал в системе грантов, да, вот выиграл, победил, прошел вот это вот горнило, хочется сказать. А мне вообще интересна вот эта система грантов, вот эта система проектов. Если у человека рождается проект, ну, пусть вот уже поздно, наверное, к этому 70-летию, а будут у нас еще события. Что это за система, как можно себя проявить, как рождаются эти проекты и какие критерии отбора проектов вот в культурной жизни, чтобы поучаствовать в городе? Ну, да, действительно, с 2012 года у нас работает система грантовой поддержки проектов. Как правило, это бывают либо типографские проекты на издании книг, каких-то альбомов, либо это мероприятия интересные кто-то проводит. Критерий у нас, по идее, один. Это то, что интересно и важно в целом для городского сообщества. Если мы говорим о поддержке, то это издание книги Елены Васильевны Шпаковой об истории становления шоколадной фабрики России. Это и цикл мероприятий по проведению мероприятий на набережной. Фестиваль проходил «Открытое небо, открытые сердца». Это фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» мы поддерживали. Многие издательские проекты. Конечно, самые разнообразные. А вот участие, кто в нем может подать вот такую заявку, проект? Принять участие может любой. Это может быть и юридическое лицо, как мы любим выражаться. И честное, в том числе. Да, и физическое лицо, то есть обычный гражданин и даже индивидуальный предприниматель. Ну, там, конечно, есть определенные формы подачи документов, там необходимы определенные формы заявок, сметы и так далее, и так далее. И уже комиссия, в которую входят у нас и творческие наши люди, и депутаты, они собираются. Причем мы приглашаем всех инициаторов, заявителей, выслушиваем их. Защита происходит такая. Идет защита. Если они убеждают комиссию в том, что это важно, нужно, здорово, хорошо, то принимается решение о предоставлении такого гранта. Но это именно возмещение расходов. Понятно. То есть вот в таком вот формате. Вот еще один проект, который, кажется, традиционный тоже, это вот такой сводный хор, который выступает на таких массовых мероприятиях, и особенно на Днях Победы. Я помню, несколько лет назад, по-моему, у нас чуть ли не попали в Книгу рекордов Гиннесса, по-моему, чуть не попали. Да, очень массовое было мероприятие. Скажите, в этом году что-то будет такое? Будут петь ветераны, школьники? Я думаю, что с кратностью в пять лет как раз-таки такой вот большой проект, он реализуется. На самом деле в этом году, в рамках 70-летия, наш прекрасный патриарх хорового движения, наш Владимир Михайлович Ощепков, почетный гражданин Самарской области, вот он с этой прекрасной идеей вышел о том, чтобы большой хор, он исполнил песни времен Великой Отечественной войны. И когда мы подбирали площадку, где же это будет удобно, безопасно, красиво, в конце концов, то, конечно, лучшей площадкой стала у нас площадь Куйбышева. И вот такой вот большой хоровой праздник, он пройдет после завершения военной части, военно-исторической части парада на площади Куйбышева 9 мая. И наши ребята вместе с молодежью из высших, средних учебных заведений, вместе с ветеранами нашими уважаемыми, они будут исполнять как раз вот произведения, там, 10 произведений. Конечно, это очень здорово, это красиво, их около 4,5 тысяч человек, а еще это не все, потому что у нас он такой интерактивный этот проект, современный, как вот сейчас принято он стал. Будет трансляция с военного парада, сейчас я об этом тоже, наверное, скажу, где это будет. И вот эти вот хоровые коллективы, они будут принимать участие в совместном исполнении хором Самарской области. То есть они будут вливаться вот в этот общий хор, в этот большой хор. Но у нас есть сюжет на эту тему, после просмотра которой вы можете дополнить еще какую-то информацию. Ну а затем мы продолжим разговор. Песни военных и послевоенных лет, патриотические и жизнерадостные мелодии. В День Победы над Самарой прозвучат свыше десятка любимых композиций. Хор из 5 тысяч человек на языке музыки поздравит ветеранов с великим праздником. Это голос народа, это голос души. Ведь песня – это душа народа. Поэтому из песни слова не выкинешь. Вот через песню, через душу мы хотим сказать и ветеранам нашим сказать спасибо. Репетиции проходят в домах культуры, молодежных центрах, школах. Ребята поют группами по 100-200 человек. В хоре ученики колледжей, вузов и просто активные самарцы. Чтобы встать в музыкальный строй, достаточно прийти в хор и заявить о своем желании. Мне очень нравятся военные песни. Там передается душа, как было тяжело людям на войне. Их душевное состояние, как они переживали им, как им было трудно. Пятитысячный хор 9 мая обещает покорить не только звучанием, но и внешним видом. Гостей ждет грандиозное зрелище. Ребята будут стоять все под российский флаг. Мы сейчас шьем 4000 накидок. И они под российский флаг будут стоять. Кадеты будут в своей форме, казаки будут в своей форме. В национальности, разной национальности будут стоять свои одежды. Генеральная репетиция, где соберутся все 5000 человек, состоится на площади Куйбышева накануне праздника Победы 8 мая. Евгения Борисовна, вы хотели что-то дополнить по поводу этого события. Да, я, наверное, расскажу про 9 мая, потому что действительно интересные такие вот у нас будут события. 9 мая, если мы начнем с самого раннего утра, все мы, конечно, понимаем, что торжественное шествие ветеранов по улице Молодогвардейской, конечно, мы всех приветствуем. Тут и цветы, и праздничная музыка. Они у нас выезжают на площадь Куйбышева, их там все приветствуют. Но на площади 26 тысяч человек установлено огромное количество трибун, часть из которых занимает как раз наш большой сводный хор. Дирижер наш Владимир Михайлович Ощепков. Конечно, не все все равно смогут попасть на площадь Куйбышева, хотя билеты... Там какая-то пропускная система, да? Там пропускная система, потому что это необходимо, это военная техника, есть определенные вещи, которые нужно соблюдать. Пропуски, они уже розданы и на промышленные предприятия, и в организации ветеранов, и в общественной организации, и для молодежи. Самый главный критерий здесь тот, что тут приглашается тот человек, который уже активно работал в патриотическом воспитании тем или иным образом. Ну вот если говорить про 9 мая, то посмотреть можно будет трансляцию парада на пяти городских главных площадках. То есть вот это вот новшество этого года не только на площади Куйбышева будут разворачиваться основные события. Но я вот перечислю те площадки, куда мы приглашаем людей, гостей, жителей города, на которых тоже установлены большие экраны, сцены, идут концертные программы, и также она работает как мини-площадь Куйбышева практически. Это площадь Кирова, это стадион энергия в поселке Красная Глинка, это площадь у Дома культуры Нефтяник в 116-м километре, это парк Гагарина, и это парк Победы. Но еще дополнительный экран будет стоять на площади Славы, но он будет в режиме трансляции работать. Так вот на этих площадках с самого раннего утра будет трансляция, будет вестись и демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне, будет показана кинохроника. И на этих же площадках будут работать коллективы на каждом, больше ста человек, это хор. Как раз тот же самый хор, который будет петь вместе с площадью Куйбышева. Такая акция проводится с городами Тольятти, Сызрой, Новокуйбышевск, Чапаевск, то есть такой вот большой хор Самарской области. Вот спасибо современным технологиям, которые делают возможную такую вот акцию. Да, и, конечно, люди будут себя чувствовать сопричастными, потому что вот вы говорите, что, конечно, на площадь Куйбышева попадут не все, и только тот, кто проявил себя в патриотическом каком-то движении воспитания. А иногда думаешь, наоборот, те, кто только что заинтересовался, еще пока не проявил себя, должны стать участниками вот этого, чтобы как-то сдвинуть. Ну вот есть возможность прийти и в таком качественном режиме посмотреть еще и парад, и также попеть песни военных лет вместе с участниками. Ну а вечером на этих площадках, конечно, концерты продлятся, наши лучшие коллективы, исполнители будут петь. И в 22.30, в этом году тоже мы говорим о том, что не один фейерверк у нас, а пройдет несколько фейерверков. Площадь Куйбышева, Ладья в районе набережной реки Волга. Это еще плюс эти же пять площадок, которые я уже перечислила. Это площадь Кирова, Стадион Энергия, площадь ДК Нефтяник и два парка Гагарина и Победы. Это фейерверки праздничные на всех площадках. Не обязательно даже ехать вот куда-то очень далеко. Да, и очень правильно, что с утра практически до самого позднего вечера будут люди все это поддерживать. Любые желающие могут подойти не ехать куда-то в центр, а на местах приобщиться. Ну еще можно сказать, что после завершения парада все колонны и техники, они пройдут по улице Молодогвардейской, до улицы Полевой. Поэтому мы можем, если уж есть еще такое желание, да, можем выйти или приехать на улицу Молодогвардейскую и увидеть, как же у нас идет вся наша доблестная армия. Да, вот вчера только была репетиция парада, да, вы не присутствовали в случае? Нет, не были. Ну слышали. Слышали, да, вот я хотела уточнить, потому что не поняла, по-моему, и грозы не было и грома. А на репетицию тоже доступ свободный, и 4-го, и 6-го числа репетиции проходят. Вот это тоже важная информация для тех, кто реально все-таки хочет посмотреть. Репетиции иногда бывают даже интереснее. Но сам момент, торжественность момента, конечно, 9-го мая это уже будет ни с чем не сравнивать. Знаете, еще хотела какую тему затронуть. Вот туристическое направление, в котором вы тоже работаете, связанное как раз с Великой Отечественной войной и нашим городом, оно будет как-то дальше развиваться, что планируется, потому что мы как-то забываем. Вот мы на момент работаем, работаем, отрабатываем и... Конечно, оно не будет забываться. И в этом году у нас интересный, мне кажется, проект такой. Если вы помните, года 2, наверное, 3 мы начинали такой проект, как Самарские экскурсионные маршруты. Мы тогда делали экскурсии, такие вот автоэкскурсии в 37-м, в 24-м автобусах. А в этом году мы взяли уже другие маршруты, еще их 3 целых. И 61-й автобус будет ходить с экскурсией по временам, так скажем, Великой Отечественной войны. Это 50-й автобус и это 56-й автобус. Поэтому вот уже с 7-го числа предполагается запуск таких уже пробных маршрутов. Интересные факты из времен Великой Отечественной войны, из истории нашего города, как раз середины 20-го века. Да. Вот вы, занимаясь всем этим, отметили интерес. Вот не то, что по разнарядке там в хор идти или куда-то там где-то участвовать, а вот именно, что живой интерес просыпается у молодежи, в частности. Есть такое почувствие? Есть интерес, конечно, 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 есть. Есть. Глаза горят у наших ребят, это самое главное. Да, потому что вот именно хочется, чтобы все это было искренне, от души, чтобы люди действительно прочувствовали вот всю значимость, вот это великое. Потому что мы говорим Великая Отечественная война, но вот отклик, чтобы вот он до каждого сердца, особенно молодого человека, дошел. Понимаете, действительно. Потому что это уже прабабушки, прадедушки участвовали. Именно предложить нашей молодежи вот то, что их заденет, затронет какие-то струночки души. И мне кажется, вот такой ряд цикл каких-то событий, мероприятий, которые мы подготовили вместе с нашими коллегами, они, ну, в той или иной степени каждого коснутся и каждого не оставят равнодушным. Да, вот этого очень хотелось бы. У нас есть сюжет как раз об этом, где молодежь участвует в таких проектах. Мы его посмотрим и будем завершать беседу. Рассказы о войне бабушки, дедушки и дяди Миши Есения Майорова слушала с большим вниманием, чем самые волшебные сказки. Истории о тяжелом и славном прошлом родных захватывали девочку так, что первые стихи ее были о войне. И сейчас эта тема одна из ключевых в ее творчестве. Я восхищаюсь людьми, которые воевали на войне, потому что это, прежде всего, люди не только сильные физически, но и душевно. В этих людях очень много страдания, потому что они пережили все страхи, всю войну. Это было очень тяжело для них. Стихотворные строки своему деду посвятил кадет Дмитрий Богданов. Несколько слов о войне, и вот вдохновение нашептало целое стихотворение. Я раньше делал презентацию про войну, и там попались некоторые строки. Я на этих строках основал стих. Стихи 70 самодеятельных авторов опубликовали в книге «Память сердца». По инициативе Общественной палаты Самарской области среди сотрудников силовых структур, их детей и внуков, отыскали авторов, которые пишут о Великой Отечественной. Авторы описывают те события, которые не могли они застать в силу своего молодого возраста. Но при этом они все это помнят. И поэтому данный сборник называется «Память сердца». Чувствуется, что все-таки до сих пор у нас вот те годы боевые, героические, все-таки в сердце горят. Стихи и прозу в Общественную палату продолжают присылать до сих пор. В запасе уже более 360 произведений. А потому работа будет продолжена. В будущем свет увидят еще несколько сборников со стихами самарцев. Евгения Борисовна, все-таки, а вот извините, сейчас Владимир Алексеевич, кому, вопрос такой, кому обратиться, чтобы нам обустроили двор к 9 мая? Потому что мы ветераны, живем на улице Новосадовой. Вот есть такая возможность? Я думаю, что да, надо подавать заявки в районную администрацию и в двор, в котором мы живем. К 9 мая, я думаю, что уже за два дня, конечно, не успеешь обустроить вот так, как нужно эти дворы. Но работа ведется, конечно. Но если есть желающие, волонтерские, может быть, молодежь, ведь которые сейчас реагируют как раз, помогают ветеранам вот в это время. Если слышат нас волонтеры, Владимир Алексеевич, Новосадовая, то вот как-то вот позвоните к нам в редакцию 2211-22 после эфира, и мы вам телефон, Владимир Алексеевич, дадим. И, пожалуйста, если будет такая возможность, мы своим волонтерам тоже передадим. И я хотела бы, чтобы мы сейчас сконцентрировались и поняли вот такие вот яркие точки этой программы, куда идти, когда, во сколько, что будет. Ну да, Татьяна, вы правы. Наверное, надо уже в заключении сказать, мы приглашаем жителей города 7 мая в 12.00 открытие Арки Победы, пересечении проспекта Кирова и юных пионеров. В 14.00 на хорошее мероприятие, на открытие Парка Победы после капитального ремонта. 8 мая это мероприятие Вальс Победы, 14 площадок, но всех не назову, есть у нас вся программа на сайте администрации. И 9 мая 5 главных городских площадок, трансляции парада, концерты и праздничный фейерверк. Да, и вот как лично вы будете встречать этот праздник? Будете ли вы как-то курировать эти мероприятия? На работе, конечно, на работе, да. Я думаю, что весь день с одной площадки на другой, но это правильно. Да, это правильно. Есть чувство удовлетворения. Ну что ж, пожелаю, чтобы все у вас прошло хорошо, и главное, чтобы это нашло отклик в сердцах наших горожан, чтобы мы гордились своим городом, нашими уважаемыми ветеранами и теми, кто участвовал в этой войне. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова